а спонсор этого видео соевое мясо со вкусом ничего соевое мясо со вкусом ничего ничего так о сука да вот какой кислый ничего хуже чем вот это говно запивать уксусом молоко это вообще прям хорошая идея или нет привет ребята сегодня мы точно будем что-то пить а заодно об этом обязательно поговорим что-то это не похоже на мои слова такое ощущение что я где-то уже это слышал рассказываю что сегодня будет происходить я решил немножечко сделать перерыв в еде хотя бы как минимум на один ролик и рассказать вам о напитках о безалкогольных напитках о культовых напитках причем дело даже не в том чтобы известные какие-то вещи в китае рассказать за каждым из этих пяти напитков кроется прям целая история то есть это прям культовые по-настоящему культовые напитки в китае здесь много невероятное количество знаменитых всяких безалкогольных видов питья но при этом как бы некоторые просто известные некоторые в какой-то момент становятся любимыми народом а потом выходят из моды а есть вечные вещи есть прям настоящая классика и сегодня она у меня вся здесь мне не понадобилось как-то там заморачиваться в плане поиска в плане чего бы то ни было я просто пошел в ближайший самый магазин и купил там сразу все потому что это настолько важно и настолько популярны в китайской культуре вещи что неважно в какой вы город приедете хоть на самый север в самую маленькую деревню хоть на самый юг самый большой город гуанчжоу шэньчжэнь или в гонконг вы в любом случае все это найдете потому что ну блин это классика это знать надо поэтому давайте не будем сильно затягивать и просто перейдем к все пятерки напитков про каждый расскажу что знаю историй к сожалению я специально никаких ну вот истории брендов и так далее я никаких не узнавал ничего не читал просто потому что сегодня не об этом у меня есть отдельная рубрика под названием made in china где разбираю конкретно какой-то бренд его историю его как бы влияние вообще на китайскую культуру в принципе то есть какой-то бренд все его продукты сегодня не про это давайте начнем первый наш сегодняшний продукт это кокосовое молоко это кокосовое молоко именно вот в такой вот упаковке посмотрите вот эта черная банка и здесь какие-то желтые надписи вот по черно-желтому вот этому всегда можно вот эту упаковку опознать она прям выделяется на фоне всего остального на самом деле основных упаковок 3 это вот такая вот черная баночка и такого же формата маленькая картонная коробочка ну как знаете с соками маленькая коробка и большая литровая пачка и на самом деле большая литровая пачка классика и является я буду открывать потихоньку пить она не газирована это обычная белая кокосовое молоко ничего такого такое жидковатая разбавленная про вкус еще чуть позже скажу но почему именно это почему культовая в чем вообще прикол и вы не поверите это самый главный самый известный самый культовый напиток для запивания шашлыков бум вот такие вот дела каждый раз когда вы придете в какое-то заведение и люди будут сидеть как бы есть шашлычки вот эти китайские шашлычки с буквой ч в серединке слова то есть это не шашлыки в нашем понимании я уже много показывал этого дела у себя на канале у себя в телеграме у себя в контакте подписывайтесь кстати на все и у меня даже было видео из заведения под названием сычуан она у меня тут тоже неподалеку и давайте сейчас вот здесь ссылочку оставлю там как раз я про эти шашлычки и показывал она не совсем аутентичная она больше такое современное модерновая там и столики красивые подсветочка и такой штучка для подогрева ну просто посмотрите видео если не видели все поймете обычно все-таки китайские шашлычки такое что-то более грязно это что-то более такое народное куда где стоит вот этот потный чувачок перед мангалом с кучей углей с таким длинным мангалом или бабуля какая-нибудь и вот так сразу же пачку этих шашлычков а это деревянные маленькие шпажечки на которых немножечко немножечко совсем тонко порезанного мяса и она готовится очень быстро чтобы вот этот поток создавать чтобы отдавать 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 невозможно представить в русских шашлыках да что ты за один вечер можешь съесть 50 шашлыков а здесь это норма потому что каждый представляет из себя там не на 5 грамм еды если ты ешь это ну не разом да то есть у нас ты взял вот шпажку да и на ней там 300 грамм мяса и ты пока ее одну доешь еще с хлебушком с овощами тебя уже вот так вот перекроет а здесь ты типа одну съел выкинул съел выкинул съел выкинул и так часами можешь сидеть съедать и выкидывать и вот вы заметите в таком заведении если не алкоголь зачастую естественно пиво если не пиво то с 99 процентной вероятностью кто-то будет запивать вот этим обычно все таки вот той большой литровой коробкой стоит литровая коробка вот этого кокосового молока и какие-нибудь девочки и бывает что и ребята запивают вот этим делом шашлыки что тут еще скажешь вот такая вот необычная страна китай 32 года этому бренду как написано на этой упаковке ну поверим им на слово потому что такая упаковка знаете в стиле максимально дерьмовый дизайн с максимально ярким донесением вообще всей информации какой только можно и дело не в упаковке и она сейчас может быть любой главное чтобы она оставалась черно-желтой потому что она черно-желтая всю свою историю потом добавились уже со временем синие элементы вот эти красные элементы но вот основной акцент это черная пачка сама коробка сама банка черного цвета и желтые надписи просто помните что вот это самый культовый напиток для запивания шашлыков насколько бы странно это не звучало но это так и есть я обещал немного поговорить про вкус вообще на самом деле это просто ну как бы разбавленное такое водянистое кокосовое молоко то есть если вы купите какую-нибудь большую пачку такой литровую тайского до кокосового молока то она скорее будет более кремовая более насыщенная вот это прям сильно намного более водянистая и прикол вот в чем я не знаю почему я реально не могу понять почему но именно вот это кокосовое молоко именно этого бренда мне напоминает по вкусу гречку с молоком я не знаю почему так просто каждый раз да когда я проглатываю это дело вот если вы любите гречку с молоком или просто хотя бы ели гречку с молоком просто сваренная гречка залитая молоком и вот вы ее едите и вот этот привкус гречки и кремовость молока в сочетании вот вот именно то что я ощущаю из этой банки почему так я хрен его знает я не понимаю в чем прикол я честно говоря не знаю вообще так что гречка с молоком запивание для шашлыков ну что может быть более необычно а более необычно все у нас стоит в пакете ребята продолжим тему алкоголя и продолжим тему еды потому что второе потому что вот сейчас у нас соки да и вот это второе из чего перетекает точнее во что перетекает вот это дело ох 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 вот этот сок от компании кока-колы минут мейт он называется вообще во всей планете земля вот так вот он выглядит то есть такая стандартная упаковка мне кажется и в россии можно минут мейт найти я не знаю ни разу не пил в россии минут мейта существует ли он или нет но это как классика америки апельсиновый сок от компании кока-кола в чем прикол в том что это по сути наверное главный запивон китая если ты приезжаешь на какое-то мероприятие не шашлыки но у китайцев любое мероприятие это значит еда это значит много еды это значит тарелки какие-то там чашки еще что-то наложено 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 и все дружно едят естественно всегда найдется какой-то человек который не пьет алкоголь и обычно это либо кола какой-то заменитель если шашлыки то это вот это дело и вот этот сок он самый популярный это по сути такая кока-кола из мира соков и знаете почему он сегодня здесь можно было бы просто как ну типа соком запивают и соком запивают нет ребята не соком запивают а запивают вот этим давайте я вскрою мне не стаканчиков ничего нет я это купил специально для себя свои слюни туда буду пускать потому что никто кроме меня это пить не будет о да о сука да это самый дерьмовый апельсиновый сок который вы можете попробовать своей жизни ничего хуже чем вот это говно вы никогда в жизни ничего не попробуйте и это в стране в которой фрукты в принципе один из самых дешевых продуктов особенно апельсины мандарины яблоки это все стоит невероятных копеек особенно в сезон особенно оптом и для меня до сих пор остается невероятнейшей загадкой какой-то просто тайной покрытой семью печатями какого хрена в этой стране вообще все так плохо с соками то есть в принципе сейчас вот я покупаю соки у нас в пупу про которые я рассказывал приложение я думаю в курсе я много раз про него говорил где заказываю себе все продукты там мясо овощи и так далее там появились соки причем они сделаны то ли в польше то ли еще где-то я уточню давайте вот здесь я подвешу картинку я покупаю апельсиновый сок и я покупаю сок мультифрукт мультифрукт причем буквально прошлой неделе появился раньше не было и я подпишу где-нибудь здесь где эти соки сделаны стоят они порядка восьми юаней они почему-то всегда по скидке у меня такое ощущение что пупу их просто там типа фуру закупила попробовать как зайдет на рынке и сначала был апельсиновый пошел вроде более-менее и сейчас вот они мультифрукт добавили он очень вкусный хороший насыщенный сок вот какой должен быть из пачки какую пачку рича какого-нибудь открываешь то есть хороший вкусный сок вот это популярнее всех тех соков в миллиард раз в триллион раз то есть те соки вообще ничего на фоне мощности вот этого продукта на фоне того насколько везде это продается насколько везде это можно увидеть куда бы ты ни пришел если люди не хотят кокосовый сок или кока-колу 99 процентов что запивать свою еду они будут вот этим вот это наверное главный безалкогольный запивон еды в целом и это настолько дерьмовое дерьмо да это юпи это сраный юпи или зука или какие там еще были штуки только в нем еще попадаются но вот эти кусочки апельсина на палп называется по-английски как с мякотью да это юпи сраный юпи с мякотью зука сраный зука с мякотью почему самый дерьмовый апельсиновый сок на планете самый ужасно невкусный самый не знаю вот просто но дна шмурдяк стал главным соком китая это плохо это помойка это нельзя покупать это прям это ничто но вот так вот при этом есть кокосовый сок слегка водянистенький но с очень ярким вкусным насыщенным кокосовым вкусом почему так до хрен его знает вот я не знаю у нас еще третий сейчас напиток будет тоже связанный с алкоголем и уже эту тему закроем так что ребята пожалуйста никогда в жизни увидев вот это в китае если будут этим делом запивать берите кокосовый сок берите кока-колу просто не портите себе впечатление от вкусных апельсинов которые можно за недорого купить в китае насладиться нормальным апельсиновым вкусом не пейте вот это вот это пор просто плохо третий напиток третий ох это прям более позитивно хотя тоже неразрывно связано с алкоголем давайте вот в эту камеру покажу чтобы он занял свое достойное место на ю тубе и как бы даже если он поменяется когда-то у него уже упаковка пару раз даже за те годы что я живу в китае поменялось но он должен остаться в аналах историй вот такая вот красота чай ребят знаете у любого наверное человека который провел детство там ну как все обычно проводят деть не детство юношество да у него есть какой-то напиток который не может пить допустим апельсиновый сок нормальный только апельсиновый сок а не вот это говно потому что он ощущает в нем водку прям реально вот есть люди и у меня такое тоже было благо я последнее время что-то полюбил апельсиновый сок пью и у меня как-то эти коннотации все эти ассоциации с апельсиновым соком в принципе уже как-то исчезли но раньше у меня такое было я выпиваю стаканчик хорошего апельсинового сока и четко ощущаю там наличие водки напишите в комментариях есть у вас такая фигня или нет но второе что у меня было это кока-кола в которой я постоянно ощущал привкус вискаря при том что я знал точно что вискаря в нем нету но ощущал ничего не было вот в китае я уверен существует целое поколение а может и два поколения людей которые вот в этом вот в этом напитке ощущают привкус коньяка потому что если вы жили в китае если вы приезжали в китай в период года наверное так с 2005 по 2015 вот в эти 10 лет если вы ходили по ночным заведениям то вы четко знаете вот эту бутылочку еще бывает красная второй вариант вы пили коньяк с зеленым чаем вот именно сука вот с этим зеленым чаем дайте попробую хотя о да о да сразу все воспоминания о всех ночах в этих странных китайских ночных клубах в которых ладно сегодня речь не об этом но все эти фейковые дешевые какие-то непонятные вискари вот эти все коньяки привкус хеннесси иксо привкус луи 13 который стоит 200 тысяч рублей за бутылку разбавленного вот этим никогда не исчезнет из вашей памяти потому что большего коктейля идиот придумать невозможно даже с кока-колой не так вот эта хрень даже не газированная то есть смешивание алкоголя с газированными напитками имеет как бы несколько смыслов во первых там сахар во вторых там газики то есть ты выпиваешь более легкое по концентрации алкоголя но при этом упарывается куда больше людей из-за углекислого газа из-за газиков из-за сахара в этом алкоголе то есть в принципе это возможность ну вот эти коктейли назовем их так типа виски кола коньяк кола это возможность одной бутылкой убить большее количество людей когда стоит такая задача здесь нет ни газиков она не такое сладкое то есть это в принципе как чай вот просто идти по улице блин это вкусно это зеленый жасминовый чай с небольшим количеством сахара он слегка слегка сладковатый очень приятный очень вкусный на лето просто шикарно просто отличнейшая штука стоит недорого освежает хорошо но никто мне кажется никто уже ну вот может быть молодые поколения которые еще не ходили по клубам или по крайней мере начали ходить по ночным заведениям в тот момент когда вот эта штука уже исчезла и сейчас как бы ну вот наверное только совсем в деревнях или совсем как называется farmer's club до фермерские такие клубы для колхозников как бы у нас назвали там все еще это есть но так любое приличное уважающее себя заведение будет считать ну за зашквар за лютейший лютейший зашквар вот это вот эту хрень у себя продавать но раньше покупаешь бутылочку самого дешевого бухла потому что в китайских клубах в принципе только бутылками продают нет там нельзя по большей части купить коктейль или что-то или там одну бутылку пива если ты пиво покупаешь ты там сет покупаешь там 10 12 ну дюжинами обычно в 12-24 бутылки если ты покупаешь крепкий алкоголь то только бутылками и других вариантов зачастую там в девяносто девяти процентах заведений просто нет других вариантов поэтому вот это раньше было золотым стандартом и я уверен что среди даже вас среди вот где-то ты там есть мой подписчик или просто случайный человек смотри смотрящий сейчас это видео ты был в китае в то время и ты был в тех заведениях китае в то время и вот такого ты выпил далеко не один литр и вот этот привкус коньяка или дешевого вискаря еще и зачастую какого-то очень фейкового вот с этим самым зеленым чаем или с красной бутылочкой которая более сладкая с лимончиком ты запомнишь наверное на всю оставшуюся жизнь а у некоторых прям название этого чая даже не знакомит название отпечаталась на печени прям навсегда вот у меня есть друг лёха который застрял в россии я уверен что он в комментариях здесь появится лег напиши я прям твой комментарий закреплю под этим видео какие у тебя воспоминания вот об этом ты в китае много лет прожил я уверен что в тибет вот этого напитка побывала не одна тонна наверное поэтому вот такой вот культовый напиток с алкоголем на сегодня все переходим к более здоровым вещам смотрите какая милая баночка так давайте-ка я закрою пальцем вот здесь надпись чтобы вы не спалили сразу кто умеет по-китайски читать тот сразу поймет о чем речь но для них это и не должно быть никаким секретом для всех остальных покажу красивая маленькая аккуратная баночка с зеленым яблочком классно ну просто вот очень мило симпатично видимо какая-то яблочная газировка ну блин вы думаете что я был бы таким банальным такую банальщину вам бы показывал нет ребята это один из наверное самых удивительных напитков которые мне приходилось пробовать в китае это яблочный уксус это питьевой яблочный уксус одна из самых популярных летних штук в китае мне огромное количество раз невероятное количество людей говорила типа ну ты в жару вот и потеешь сильно да тебе в жару жарко выпей уксус я такой вы совсем что ли долбанулись что с вами не так и я не понимал о каком уксусе речь потому что ну для меня уксус это то же самое что для вас уксус мы как бы в этом плане на одной волне я не понимал вообще в чем прикол и в какой-то момент мне такие типов на выпей я смотрю написано яблочный уксус точнее биверать то есть напиток напиток на основе яблочного уксуса я такой чего блять уксус вы реально не с ума не сошли ничего и это уксус ох какой кислый ну там сахара добавили видимо причем не сахара а сахара заменителя ощущение что настоящего сахара нету вот этот вы знаете кока-кола без сахара вот у нее вот этот сладковатый привкус если вот этот аспартам да называется эта хрень которая в кока-коле зиру вот этот привкус аспартама узнаешь из 1000 и вот когда тебя сначала скукоживает вот так вот на секунду а потом приходит вот эта сладость аспартама это уксус это разбавленный водой газированный уксус я до сих пор не понимаю прикола я это не покупаю для себя сами это купил специально только для видео можете сейчас я уже открою я надеюсь камера сфокусируется нормально и вы все это дело увидите я очень надеюсь потому что очень ярко на улице я не очень вижу фокусируется камера или нет здесь написано уксусный напиток на основе я яблочный уксусный напиток на этой баночке написано вот такая вот очень странная штука я знаю что многие в китае и обожают и как-то мода слегка под прошла но был момент несколько лет назад когда у меня очень много знакомых просто вот дома держала в холодильнике постоянно несколько баночек приходишь открываешь код там холодильнике по можно чего попить ну возьми в холодильнике открываешь холодильник стоит несколько баночек вот этого яблочного уксуса но как будто есть короче такие конфеты называются они toxic waste насколько я помню типа токсичные отходы такая желтая баночка вот сейчас картинка здесь появится вот от них подобное впечатление то есть они тебя буквально на не знаю на 30 секунд вот так вот скукоживает всего потому что они ультра кислые а потом приходит нормальная сладость и уже норм и вот это подобная же штука только но она быстрее работает он тебе буквально там на 5 секунд так всего прям съеживает и такой весь как ну вот прям очень 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 сильно мощно свежий лимон сожрал еще и уксус из этого лимона в общем не знаю почему это стало модным не знаю почему это вошло вообще в их обиход может быть кто-то из вас знает в чем прикол уксуса я уверен что это пришло не то есть не само по себе здесь зародилось это должно было прийти откуда может из японии какой-нибудь может не знаю скорее может из америки приехала поэтому если кто из вас живет в какой-то стране или бывал в какой-то стране в которой тоже популярен питьевой уксус напишите пожалуйста может быть вы понимаете в чем прикол я этого не понимаю и я не очень как бы догоняю вообще смысл всего этого дела но поделить не поделиться я этим с вам с вами не мог просто по той простой причине что это безумно культовый напиток безумно оригинальный напиток который я не видел своей жизни больше нигде и здесь она безумно популярна то есть я когда собирал все вот эти пять напитков сейчас будет последний я ставил себе цель не просто что-то известное не просто вас удивить чем-то оригинальным а показать по-настоящему культовая то есть вы можете это видео сейчас показать любому китайцу и сказать вот дима говорит вот это у нас про шашлыки не значит вид наверное это про шашлыки это запивон под еду это любой ночной клуб вот это летом употребляет невероятное количество китайцев и они просто любят питьевой уксус и вам я уверен что ну если вам попадется человек который скажет не это какая-то фигня просто бегите от этого человека это наверное кореец который выдает себя за китайца или японец непонятно зачем это надо но вдруг ну и последнее на сегодня это вот это почему две упаковки потому что одну я купил для и на самом деле вообще это купил для вас и для не для себя ни в коем случае если ну уксус ладно хрен с ним не мое вот это я наверно потихонечку как-то допью или что-то с этим сделаю то вот это вообще не мое это соевое молоко я не буду тут ничего скрывать это соевое молоко в своем молоке нет ничего особо необычного это соевое молоко со вкусом соевого молока то есть я думаю я уверен что многие из вас пробовали мое отношение к этому просто на помойку сразу потому что вот это все молоко из всяких орехов из грецкого ореха молоко есть молоко этот almond milk соевое молоко все что не из животного для меня прям вот знаете вот такое я все по перепробовал я пытался в этом найти какой-то хоть прикол и каждый раз у меня прям рвотные позывы потому что я люблю молоко настоящее вкусное хорошее молоко вот это для меня это помойка я не понимаю зачем это надо я понимаю людей у которых там непереносимость лактозы есть безлактозное молоко вполне нормально ну вот это просто назовите это по-другому белый соевый напиток не ну не просто не надо называть это молоком просто но есть молоко это вот как стейк из брокколи называть стейком да но это не стейк это жареные овощи это жареный брокколи ну к стейк сука молоко почему не знаю почему почему здесь находится соевое молоко если это как бы просто моя какая-то личная боль и это просто как бы молоко которое ну ничего из себя сверхъестественного не представляет потому что это культовый напиток потому что вот именно вот этот бренд именно вот так выглядящая упаковка она бывает и в бутылочках бывает больших пачках но я взял маленькие как бы самые популярные вот это прям капец какая культовая штука надо отметить что есть еще витасой витасой это 2 по популярности бренд и местами даже 1 он местами 1 просто потому что в течение уже огромного количества лет они предоставляют сервис по подписке то есть у них есть бабули такие лет хорошо за они видимо каких-то пенсионерок нанимают которые каждое раннее утро привозят тебе молоко причем они тебе не домой его привозят а у тебя обычно на подъезде если ты подписку эту купил есть прям такая пластиковая штучка они тебе при этом специальный человек приезжает тебе и и монтирует прямо на подъезд и ставят туда эти бутылочки с молоком такие стеклянные и в чем прикол они никак не залочены то есть там нет никакого замка тебе никуда их не вставляют как в почтовый ящик да чтобы никто украсть не мог их может любой подойти и взять но не подходят и не берут в этом плане мне очень нравится как бы безопасность китая что мне очень сложно представить дома ну дома в новосибирске да что у меня на подъезде снаружи даже пусть если был бы другой климат если бы у меня не было зимой минус 30 минус 40 ну пусть даже летом что приедет некий молочник и просто в корзиночку с надписью там моя квартира да с номером моей квартиры просто вставит вот так вот там две-три бутылки молока или каких-то молочных продуктов кефирчика какого-нибудь вкусненького просто вставит вот так и уедет и она никак никак не под каким ни замком никак это все дело не закроет и что я спущусь и там эти бутылочки в течение всего дня во сколько бы я не спустился в подъезде забрать это молоко она там будет а здесь она будет и это прикольно то есть это вот уровень безопасности который просто показывает вообще как как здесь состоит жизнь так вот несмотря на эту систему подписки почему-то витасой хотя ну она тоже продается на каждом углу везде это есть все равно в номер два а вот этот номер один давайте попью уж ну честно говоря лично для меня завершение этого видео вот виде этого соевого молока будет не очень я наверно кокосовым запью ну да да сладкое какое-то землистые как будто взяли горох перемололи его в пасту залили кокосом вот кстати кокосовое молоко вот единственное наверное что я могу воспринимать ну хотя тоже блин кокосовое молоко еще можно называть молоком потому что из кокоса делается два вида напитка да есть кокосовый сок который белый прозрачный который внутри кокоса который все из кокоса пьют есть просто перебитая мякоть которая превращается собственно вот в это молоко еще хрен с ним ну просто типа два разных продукта внутри соевого баба если его вскрыть я вас просто уверяю в этом не надо проверять внутри сока нету никакого то есть из него можно только вот этот один продукт сделать недавно ел гороховое мороженое в очередной раз тут просто угостили такие типа на гороховое мороженое я не буду пожалуйста не надо мне жена такая ну типа угощают ну откуси кусочек потом выкинешь сделай людям приятно и откусил вот он один в один вкус гороховое мороженое и вот это расплавленное гороховое мороженое просто из соевого молока честно полнейшая хрень я не знаю я уже не открытый сейчас может отдам если она будет ну тут слюни сопли мои ну как мы и так слюнями и соплями обмениваемся достаточно часто а это уже полностью и отдам потому что она просила это купить но в целом самый известный бренд китайского соевого молока если любите соевое молоко берите вот такой не прогадайте все его любят и иностранцы и китайцы я знаю пару иностранцев очень странных людей надо бы их удалить из друзей но они пьют это молоко вот такой у нас уксус чаёчек укат с которым у некоторых людей есть огромное количество приятных и не очень воспоминаний сок который вообще по идее не должен бы существовать потому что мы живем в стране в которой фрукты невероятно дешево стоит и можно было бы соки просто ванну из этих соков делать и это было бы ну относительно недорого но вот это причем от не дешево стоит вот это это просто трэш и классика китая не знаю сколько но написано 32 года существует это штука это классно почему-то напоминает мне как я уже говорил гречку с молоком хрен его знает мои личные воспоминания вот такой был видосик ребята спасибо что посмотрели спасибо что были все дизайн сколько полчаса наверное видос длился все это время со мной спасибо вам подписывайтесь на группу вконтакте подписывайтесь на канал в телеграме подписывайтесь на канал ставьте лайки и дизлайки отдельное спасибо всем кто спонсирует мой канал реально вы помогаете хотя мне еще ни разу никакие деньги от спонсоров не приходили потому что слишком время мало времени прошло от того когда я открыл спонсорство но в любом случае тот факт что я смотрю и потихонечку потихонечку цифра количество спонсоров увеличивается дает мне и надежду на будущее и хорошую мотивацию продолжать пилить для вас вот такие вот забавные ролики поэтому спасибо вам яркого вам солнца как обычно вот она четенько мне в глаз светит надо уже как-то стол этот передвинуть чтобы не знаю затылок хотя тогда с карте ладно в общем яркого вам солнца заботись друг о друге не болейте у меня на этом на сегодня все спасибо пока а и Субтитры подогнал «Симон»